Искусство Итак, значит, я все его регалии рассказывать не буду, такие вот там типа Лавриат, там 2115 года, и мы будем только вот как бы о конкретных вещах. Вот, дело в том, что художник Павел Перштейн, собственно говоря, кажется, нигде не учился особо на художника. Немного учился? Ну, немного так, потому что не очень ему нужно было, потому что он вырос в семье великого русского художника Виктора Пивоварова, вокруг которого было много других художников, например, Улья Кабаков, который каким-то образом передавали какие-то вот знания и мастерстве маленькому Паше, который там еще под столом, начал сам делать детские книжки. Когда ты начал вот эти самые подрабатывать? Ну, вообще, рисовать начал очень рано, там, в незапамятном детстве, а какое-то зарабатывание денег уже началось, по-моему, в 13 лет, когда я стал сотрудничать в журнале «Веселые картинки» в качестве иллюстратора под псевдонимом художник П. Пашкин. Вот. Ну, и здесь надо сказать, что вся вот эта компания художников, концептуалистов хорошо подрабатывала в области детской книги, что было не стыдно, но очень так хорошо обеспечивала быт текущий. И, соответственно, и Паша тоже был подключен к этому семейному бизнесу. Но ненадолго как-то потом надоело. Но вот на этой картинке, по мнению соученицы Паши, по Екатерины Алиновой, изображен сам Паша. Вот это, на самом деле, поскольку ты мне уже прислал эти картинки, я их посмотрел и прочитал подписи, то могу порекомментировать так, что это, конечно же, образец художественного предвосхищения. Потому что картинка датирована 1967 годом, когда мне было год. Тем не менее, ну и я как бы по факту в тот момент лежал там в виде грудника, в пеленках, все такое, как полагается при таком раскладе. Но при этом вот на картинке очень похоже нарисован я, каким я был уже через какое-то время после этого. Действительно, в такой клетчатой рубашечке сидел, абсолютно так же рисовал и так и выглядел. То есть можно сказать, что очень четкие либо пророческие способности есть у моего папы, они у него, безусловно, есть. И он четко как бы очень предчувствовал, как, собственно, я буду проводить время, и как я буду выглядеть. Ну, либо я как бы соответствовал, собственно, ходу его мыслей и улавливал какие-то флюиды. Ну, видимо, и то, и другое. Да. Значит, ну, как художник, Павел Пивоваров, то есть Павел Викторович Пивоваров принял псевдоним Пеперштейн. Если вы наберете в любой поисковой системе, то обнаружите, что эта фамилия существует в одном экземпляре. Потому что маленький Паша сделал ошибку. Потому что он думал, что по-немецки перец будет Пеппер. Вообще-то, честно говоря, никакой ошибки не было, я скажу честно. Ты честно всех запутал. Я никакой ошибки не делал, я осознанно действовал. Мне просто понравился очень в каком-то возрасте, опять же, 13-летнем или 14-летнем, роман Томаса Мана, который, я надеюсь, вы все читали. Да, вы ведь написали. А если не читали, то немедленно, пожалуйста, покиньте аудиторию. Ладно, шутка. Короче, вот, роман Томаса Мана «Волшебная гора», и там есть очень такой замечательный персонаж, который меня очень очаровал, голландец, которого зовут Менхейер Пепперкорн. И поскольку мне очень понравился этот персонаж, я решил себе придумать псевдоним с озвученной фамилией этого персонажа, но переделал окончание на Пепперштейн, чтобы придать этому какое-то еврейское звучание. На самом деле, такой еврейской фамилии нету, на самом деле, Пепперштейн. Фамилия сугубо вымышленная. Нет, это очень хорошо, потому что, если ищешь Пепперштейн, то находишь одного Пепперштейна. Вы представляете, что происходит, когда ищешь Ковалева, Андрей? Только одного Ковалева находишь. Ну, я во многих лицах. Вот, собственно, для сведения работы замечательного и любимого всеми художниками Виктора Пивоварова, выставка которой была недавно вот здесь, в гараже. Я тоже могу прокомментировать, что я прекрасно помню, как создавались эти прекраснейшие произведения. Это происходило на даче в Челюскинской. И специально снималась дача с целью писать эти гигантские арголиты, потому что папа действовал нитроэмалью, то есть суперядовитой автомобильной краской, которой в помещении работать было невозможно. И, соответственно, только летом осуществлялась эта деятельность, ради чего снималась очень как бы уютная и такая магическая по-своему дача, где мы проводили летние месяцы. И вот, положив огромные такие арголитины на такую трофейную детскую немецкую кроватку, папа как бы очень педантично замазывал это всё слоями, многочисленными слоями нитроэмали, которая воняла. И, в принципе, у нас даже на свежем воздухе испортились зубы, по-моему, от этого у всех. Вот. Значит, вот, собственно говоря, портрет сына, сделанный отцом. Такой как бы, видите, портрет как бы поколения. Видите, здесь написано, что занялось изучением картин, которые были складированы в их сознании. Да, действительно, как бы, вот, сын художника, происходящий из семьи художников, переполнен, то есть, как бы, визуальный банк данных переполнен различными картинками, хорошими, плохими, никакими вот. Вот. И довольно рано Павел начал рисовать уже собственные прожекты. И с таким, как бы, вот, принимая только что изобретенный Ильей Кабаковым образ персонажного художника. Вот в этом альбоме, который так и называется «Рисунки Сталина», Сталин, как бы, сидит на седаниях и рисует различные шаржи, заметки. То есть, Паша выступал в виде, в роли Сталина, то есть, за Сталина или вместо Сталина. Что является, вообще говоря, являлся в тот момент историческим анекдотом, только потом было подтверждено архивными исследованиями. То есть, самих рисунков никто никогда не видел. Они появились на свет вот только где-то в 2000-х годах. И, самым странным образом, удивительно на Пашина похожи. Ты не видел настоящие рисунки Сталина? Вот, нет, к сожалению. А действительно есть, да, рисунки Сталина? Да, да. Я тебе их пришлю. Хорошо. Я тебе их покажу. Очень похожи. Похожи на эти? А? Похожи на эти, да? Да. Нет, ну, они, конечно, не такие цветные. То есть, как бы там, он что-то такое записывал, а... Очень интересно. Нет, я, кстати, не видел настоящих рисунков Сталина. Ну, вот, так получилось, что я, как увидел, сразу подумал, что это вот на Пашу похоже. Круто. Да. Вот, там еще типа расстрелять, там кого-то повесить. Вот. Таких альбомов сделано было довольно много, в том числе альбом «Наблюдение». Вот здесь, видите. Но здесь, как раз, вот, начала проявляться Пашина психоделика. Грустозамешанная, к тому же, как бы, на папиной метафизике, но уходящая в какую-то другую сторону. Вот. Кто там изображен, Паш? Ну, это вот, еще немного вернусь на секунду к альбому рисунки Сталина. Чуть-чуть прокомментирую. В тот период, это где-то 85-й год, я очень заинтересовался искусством душевнобольных. Собирал довольно много изданий, книг на эту тему. Меня очень интересовала некая альтернативная такая история стилей, да, как бы, если есть такая официальная история, что есть там барокко, ренессанс, классицизм, импрессионизм и так далее, то, с другой стороны, есть еще какие-то стилевые распределения по диагнозам. То есть есть определенный стиль, свойственный шизофреникам, который представляет собой сквозную линию, проходящую сквозь другие стили. То есть уже в эпоху барокко шизофреники рисовали, в общем-то, примерно так же, как и сейчас они рисуют. И другой стиль, присущ параноикам и так далее, и так далее. И именно, как бы, в общем-то, на самом деле, хотя с одной стороны, как правильно Андрей сказал, это было продолжение традиции московского концептуализма, точнее, не традиции, а тогда как раз свежих разрабатываемых исследований по персонажному автору, а с другой стороны, там еще присутствовал мой личный интерес к рисункам душевнобольных. Поэтому, зная о том, что Сталин страдал паранойей, я как раз заложил туда те эстетические формации, которые я наблюдал в рисунках больных со сходным диагнозом. Вот, собственно, как бы комментарий к рисункам Сталина. Переходя к следующему альбому под названием «Наблюдение», это, в общем-то, альбом, который связан тоже с этим. Он тоже связан с параноидальной диагностикой, что выражено в деликатной форме в эпиграфе к этому альбому, который звучит так. «Следует внимательно наблюдать окружающий мир, чтобы вовремя заметить надвигающуюся опасность». И, в общем-то, как бы вся эта эстетика, хотя она кажется, на первый взгляд, заимствованный отчасти из каких-то график XIX века, прежде всего, немецкой, английской графики XIX века, переходящей как бы в легкий экспрессионизм. Но на самом деле она как бы тоже коррелируется с творчеством душевно больных, с определенными психотическими эффектами, неким проступанием одного через другое. И вроде бы нарисованы игрушки какие-то, как бы безобидные, но, тем не менее, ощущение того, что это очень опасные существа, и на самом деле вовсе не игрушки, а только предстоит разведать, собственно, что это за ребята такие вообще, кто представители, собственно, кого они. Они явно кого-то представители, с какими-то целями засланы сюда, в этот контекст, и, в общем-то, и зрителю, а также автору, да, а также автору, а также зрителю предстоит провести некое расследование и быть на чеку. Вот, собственно. А я как историк скажу, что мы потом увидим, как вот этот вот образ мальчика, рисующего и выдумывающего нечто, потом Паша вот протянул до настоящего времени, который, собственно говоря, и является частью его личного персонажного автора. Тот мальчик-то был настоящий мальчик, а теперь мы видим, что это взрослый дяденька. Нет, ну здесь можно процитировать Остапа Бендера. Кто скажет, что это девочка, пускай первые бросят меня кашу. Да, вот именно так и скажем. Значит, на рубеже 80-х и 90-х Павел Пепперштейн был одним из организаторов группы инспекции «Медицинская герменевтика». Значит, происхождение этого слова не очень понятно, но, в принципе, как бы оно слышен парадокс. Герменевтика – это такая вот теолого-философское учение разных герменевтикопонимания, а медицинская герменевтика говорит о как бы излечении, излечении и поставлении диагнозов. Значит, соответственно, этот парадокс снимается, ну, главное, запоминается хорошо, и как фамилия Пепперштейн, словосочетание «Медицинская герменевтика» встречается только в текстах об инспекции «Медицинская герменевтика». Инспекция была поставлена потому, что первоначально это начиналось как перформанс, такой вот необязательный. Молодые люди ходили по разным местам, включая пивные бары, и всячески герменевтически их исследовали. Ну, в общем, в соответствии с названием «Умствовали до полного беспредела». Вот члены этого замечательного союза. Ну да, в общем, как бы тут еще важную роль играет слово «инспекция», поскольку мы… Я бы не сказал, что это был перформанс, это скорее была практика определенная, потому что перформанс предполагает наличие зрителей, так или иначе. Не всегда. Не всегда, да. Но в данном случае это все-таки нами осмысливалось скорее как некая практика, которая была связана с выявлением механизмов оценивания как такового. То есть мы действительно посещали самые разные места, начиная от мастерских наших друзей-художников, выставки, а также места, совершенно не связанные с искусством, пивные бары и другие совершенно, любые совершенно территории, объекты. И всему представляли… Ну, в целом, эти самые, я так понимаю, куда приятно сходить молодым людям. Ну да, естественно, мы ни в чем… Ничего лишнего. Ни в чем себя не насиловали, да. Ничего лишнего. Да-да, ничего лишнего абсолютно. Вот, ну и как бы, соответственно, мы исследовали сам механизм оценивания и разработали целую систему оценочных категорий, по которым проставлялись эти оценки. И что касается, как бы, медицинской герминевтики, конечно, речь идет не только о проставлении диагноза, но прежде всего о терапевтическом эффекте. Этот момент я хочу подчеркнуть, поскольку для нас это было важнее, чем проставление диагноза. Мы не брали на себя смелость ставить окончательное никому и ничему диагноз, но то, к чему мы действительно стремились, и это не было, вот сейчас я как бы скажу о сегменте, который не являлся ироническим, и травестийным моментом, а был действительно настоящим, мы действительно стремились к терапевтическому эффекту, прежде всего к аутотерапевтическому эффекту, чтобы нас самих, в общем-то, как-то отпускало, а также, по возможности, и других тоже. Поэтому можно в дальнейшем все мое творчество рассматривать вполне, если хотите, конечно, если Андрей тоже хочет, рассматривать в этом ракурсе. Конечно, конечно, я, собственно, об этом и рассказываю. Просто надо было сразу поставить этот вопрос. Вот, вот, ну, видите, в общем, видно, что, хотя тексты, эта компания производила зубодоробительные, вовсе для чтения непредназначенные, но посмотрите, как им весело. Посмотрите, как им весело. Вот, а так, пока я как Пашу не узнал, начинают, там, в общем, даже у меня начинает все ломаться. Вот, там такие были эти самые. Но все очень красиво. Вот. Видите, вот, как бы, философия исцеляется через прописанный галлюциноген. И тут эту, как бы, философскую проблематику вдоглась галлюцинаторная. Потому что, ну, скажем так, есть социоартисты в 70-х годах работали с каким-то вот объективным предметом властных структур. То на рубеже 90-х, 80-х и 90-х это все начало разваливаться. И как вы себя называли, инспектора эпохи... ...эпохи выцветающих флажков. Это было такое определение. Неподкупные чиновники эпохи выцветающих флажков. Да, да, неподкупные чиновники. То есть сами себя... То есть самоназначенные, конечно. Потому что, собственно говоря, и место назначения, оно так же выцвело и исчезло. То есть, как бы, там, школьный инспектор приходит, инспектирует школу, смотрит, как там, вот чему учат. А здесь, ну, преследуя, видимо, цель сделать какие-то улучшения, а негативные процессы прекратить. А инспекция медицинской герминетики как-то так скользила по поверхности. Ну, в общем, мы тоже преследовали цель каких-то улучшений, поскольку уже было сказано о терапевтическом эффекте, и мы к нему стремились. А это тоже из рауля улучшений, конечно. И, в общем, мы говорили о других таких конкретных вещах, как смягчение неких процессов. Надо сказать, тут можно провести некий контрвектор основному направлению современного искусства, как мы его знаем, потому что обычно современное искусство стремится к некоему такому вскрыванию язв. Если говорить медицинскими терминами, к обострению процессов, то мы как раз стремились к оккупированию процессов, к смягчению процессов, то есть и к анестезии процессов. Вот это хочется подчеркнуть со всей возможной ответственностью. Анестезия непосредственно, сами знаете, с чем связана, с психоделическими эффектами. Психоделические аффекты в деятельности группы медицинская германептика сопровождались бесконечным текстуальным образованием и терминологическим образованием, как только пустотный канон, ортодоксальная избушка, «Колобковость и гнилые буратины», что как бы окружающих приводил в священный восторг. Гнилые буратины, кстати, не наш термин, а монастырского, а все остальное, да. А нет, это он под вас подделался. Ладно. Нет, потому что пока вас не было, он еще такого не придумал. То есть вот оказалось здесь, кроме всего прочего, эта компания молодых людей вдруг сдвинула концептуалистскую терминологию, круг московского концептуализма, все время производил тексты. Но эти тексты были скорее описательные, такие вот, как это, скажем, болтологические, какой-то беспрерывный поток обсуждения. А медицинские герменевты пришли с псевдотеорией. Такое как бы вот, в самом-то деле, она потом оказалась, показалось, что совсем не фейковая, но производилась, насколько я понимаю, в качестве такого чисто художественного проекта. Ну, можно и так сказать, конечно. Хотя задавание вопросов, что же такое художественный проект, было присуще этому процессу, соответственно, как бы нельзя полностью солидаризоваться с тем, что это производилось в качестве художественного проекта, потому что тогда надо думать о том, что это что-то уже понятное, художественный проект. А для нас это как раз понятным не было, мы специально не хотели, чтобы это было понятным, а хотели, чтобы это было весьма подвопросным и, собственно, было объектом исследования. И мы занимались тем, что мы называли становление эстетических категорий. То есть для нас, хотя мы производили огромное количество этих самых категорий, но важность представляли не они сами, а процесс их становления, процесс их образования. Мы наблюдали за тем, как некие ученые, которые наблюдают за какими-то процессами в сфере, например, микробиологии, подобным же образом мы наблюдали за процессами в теле становления эстетических категорий, как они зарождаются, как они развиваются, можно ли искусственно стимулировать эти процессы или наоборот приостановить и так далее, и так далее. Ну, вот тогда остается вопрос. Вот мне, как внешнему наблюдателю, всегда казалось, что это, в общем, работа трикстеров, одетых, притворяющихся философами. То есть, в общем-то, ну, как большой был элемент иронии. И смеховой культуры. Да, безусловно, но у этого есть определенная традиция. Очень многие философы притворялись тем, что они притворяются философами. Вот это, в общем-то, для философии довольно такая старая стратегия, и мы, как бы, в общем-то, этому следовали, но в каком-то смысле, в общем-то, трикстерами на самом-то деле мы не были. Хотя иногда нас эта стихия подхватывала, и мы этому охотно поддавались, но, по сути, нас интересовало не совсем это все-таки. В общем-то, действительно проводилось исследование некое. В общем, достаточно ответственно, хотя имело часто травестийные формы. Ну, бывают всякие методы исследования. Да, любые. Да. Значит, и как раз вот эта вот ироническая часть, скорее, я предполагаю, связана с тем, что двое из членов группы, то есть инспекции медицинской гермонептики, происходили из Одессы. Как вот видите, здесь сам Паша говорит, как бы сам упоминаю, что Одесса – город весьма специфический и известной традицией трикстерской, главной подвергающей все сомнению. И действительно, и, как видите, они, в общем-то, при этом были такие действительно интеллектуальные панки. Это очень специфическая область. Как бы вот если английский панк – это такой действительно парень из рабочего пригорода, а все отечественные панки – мальчики из очень хороших семей, выросшие среди очень хороших библиотек. Это такая вот у нас национальная специфика. В общем, даже этому можно найти какое-то объяснение, потому что, если, например, британский панк является, естественно, протестантом и борется с некой существующей структурой, то наш родной панк является глубоким конформистом, потому что ему не надо ни с чем бороться, он живет в глубоко панковском организме под названием «Россия». И, в общем-то, какой уж тут там протестантизм, собственно. Можно просто наслаждаться и так далее. Да. Вот смотри, Паша, посмотри на эту работу. Смотрю. Вот меня все время спрашивают, а что этим хотел сказать художник? Вообще, да, работа носила довольно приватный характер и была посвящена коллеге моему по группе инспекции медгерминафтика Юрию Лейберману. И называется «Его глаза никогда не выражали ненависти». К сожалению, я немного попал пальцем в небо, и потом выяснилось, что могут все-таки выражать. Я немного обломался. Но дело не в этом совершенно, а в том, что это продолжение линий таких приватных объектов, которые часто были подарками. Или мы даже разработали такую классификацию «Атрибут, сувенир и трофей». То есть объекты, которые мы изготовляли, разделялись на три категории. Не буду вас сейчас утомлять подробным описанием различий между атрибутами, сувенирами и трофеями. Хотя, если хотите, могу и утомить, конечно. Как сами скажете. Утомить, 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 утомить. Хорошо, тогда буду утомлять. Короче говоря, атрибут, как и следует из названия, является объектом, который присваивался человеку в момент некого посвящения. Это было связано с определенным ритуалом, это было связано с разработанной очень иерархией внутри нашего круга, не только медгерминевтики, но и всего концептуального круга, которому в какой-то момент я с легкой руки собственного мозга присвоил название «Нома». И в какой-то период это было очень в ходу. Была военная иерархия, была некая псевдомагическая иерархия. Там происходили повышения, присвоения новых званий, соответственно, новых статусов. И всегда в момент перемещения того или иного члена этого круга по иерархической лестнице, всегда преподносился объект, который являлся атрибутом. Предполагалось, что этот объект уже потом входит в иконографию этого персонажа во внутреннем плане этого круга. Что же касается сувенира, то, опять же, как свидетельствует название, это объект на память, который представляет собой меморизацию какого-то важного события, обычно конкретного события. И самым важным в категории объектов была категория трофей. Это предмет, вынесенный из потустороннего. Все вы знаете сказочные сюжеты о том, что в неком сне или в видении герой попадает в потусторонний мир. Это может быть мир фей или эльфов или мир мертвых. Короче, это страна запеленной, как ее называл Набоков. Другой мир, с другой материальностью. И когда он возвращается в свою обычную реальность, ему может показаться это видением или сном, но чтобы придать этому некий скрепляющий элемент, он вдруг находит в своей руке, например, зажатый некий объект, которого до этого он не видел, но он вынес его из этого сюжета своего сновидения или видения. Можно очень много привести разных примеров из сказок. Яблочки из райского сада, например, которые обнаружил один подвижник христианский у себя в руке после того, как его посетило видение о посещении рая. И так далее, и так далее. Так что вот такие категории объектов. Осторожно, Паша писатель и сочинитель, может, мы уклоняемся от этого самого. А вот здесь, что это такое? Это непосредственно связано с медицинской линией, поскольку в нашей работе было несколько линий экспозиционных, и это медицинская как раз линия. Мы выстраивали объекты, которые выставлялись на разных выставках по принципу иллюстрации к нашим теоретическим конструкциям. И вот это, собственно говоря, две подобные иллюстрации. Аптичная так называемая линия. Мы постоянно посещали аптеки. Первыми двумя вообще объектами, с которых мы начали нашу экспозиционную деятельность, это была выставка в клубе авангардистов, и там было выставлено два объекта. Книга за книгой и латекс. Книгу я покажу следующую. Латекс фотографии не нашел. Латекс, да, это были, мы купили три таких кольца, которые продавали, довольно больших, такие торы, бублики, такие из такой мягкой резины, собственно, из латекса. Это были противозачаточные средства, которые к тому моменту уже, видимо, совершенно не использовались, и вообще трудно было поверить, глядя на них, что они вообще когда-то использовались в этом качестве. Тем не менее, все-таки, видимо, да. То есть это, если представить, то действительно были какие-то устрашающие. Очень, да, загадочно было представить. Нет, сами по себе они выглядели довольно приятно, но представить, как они использовались по назначению, было сложно, потому что это были довольно большие бублики, и на каждом из бубликов была печать с надписью «Очень отчетливый латекс». И как раз в этот момент мы заканчивали работу над нашей книгой под названием, опять же, «Латекс». Это была одна из первых наших теоретических книг. И, соответственно, поэтому мы выставили этот объект. Четыре кольца. Под каждым из этих противозачаточных колец было имя одного из инспекторов. Собственно, Ануфриев, Лидерман, я и Антон Носик, который был тогда младшим инспектором медкерминетики. И это имело отношение к тому, что мы называли противозачаточным дискурсом. Мы этим самым как бы предотвращали свое собственное появление на свет и объявляли нашу дальнейшую деятельность некой такой эмбриональной формой активности. То есть вы стали претендовать на статус нерожденных? Да, мы претендовали на статус нерожденных конкретно. Это сильное заявление. Мне кажется, до сих пор немного еще претендуем. А? Это сильное заявление. Значит, дело в том, что всякий концептуализм, что западный, что русский, все время был занят какой-то парабюрократией. И вот особенно группа Артона Ленговича английская производила какое-то страшное количество псевдобюрократических текстов. И правильно, как Паша говорил, и старшие концептуалисты это тоже делали. Но самая последняя генерация в виде медицинской германифтики довело эту традицию просто до каких-то барочных масштабов. То есть вот переписывали различные документы, все время все перетолковывало и истолковывало, выпускало. Хотя, в самом-то деле, это был какой-то такой вот, ну, все равно дружеский капустник бесконечный, доставлявший немыслимое наслаждение. Нет, я только извинив клин, я возражу против слова капустник. Когда речь идет о шизоидах, слово капустник неуместно. Поскольку, конечно, никому никогда не понятно, что дико серьезно, а что шутка. Поэтому какой уж там капустник, не будем даже думать о капустнике. Ну, хорошо, хорошо. Это было по от собрания. Вот, как вы видите, вот это типа инсталляции перформанс, который называется принцип нарезания. Значит, перформанс заключался в бесконечном зачтении чрезвычайно занудливых и абсолютно непонятных текстов. В это время один из участников группы, Юрий Лидерман, с помощью обыкновенной хлеборезки нарезал хлеб. А все остальные что-то такое обубнили запредельно. Ты присутствовал, Андрей, на перерывах? Да. Нет, я тебе напомню, мы сначала зачитали спокойные тексты, а потом Лидерман стал нарезать хлеб, а Антон Носик залез под стол и орал. Да, да, я не успел договорить, я не успел договорить. То есть, вот как бы длилось-длилось такое вот такое вот подсобрание, совершенно непонятным действием, которое превратилось в какую-то вот вечеринку. Ну, в общем, да, короче, нарезали хлеб, и действительно человек орал под столом, что придавало отчасти всему какой-то драматический характер, но при этом, как бы, опять же, иллюстрировало определенный принцип, который мы практиковали, принцип нарезания. Это был принцип обращения с текстами, принцип текста образования для того, чтобы написать тот или иной философский или теоретический текст. Мы, не глядя на обум, выдергивали две книги с полок книжного шкафа, а также на обум, не глядя их открывали, и таким образом, как бы, вот эти два текста, которые открывались таким гадательным способом, становились референтными рамками рассуждения, которые затем мы производили вот в том или ином философском тексте. Вот это, собственно, называлось нами нарезание, практика нарезания. А это вот действие представлялось, как некое такое дебилистическое иллюстрирование этой практики. Как будто мы, с одной стороны, вроде бы серьезные философы, которые экспериментируют очень смело и интересно с какими-то текстами. При этом я должен сказать, чтобы вам было понятно, что со стороны слушателя вот эти тексты, например, которые мы читали, казались действительно многим совершенно невнятными, но нам самим они казались дико интересными, во-первых, а во-вторых, совершенно понятными и очень содержательными. То есть это ни в коем случае не была имитация какая-то. И как бы до сих пор сейчас, если мне дадут этот текст, я могу вам подробно как бы все разложить, о чем это. Это никакой не бред, как бы не наворот какого-то пустословия. Пустословия – это очень как бы содержательные тексты, но просто написанные в несколько вынесенной и необычной, такой специально манере загруженной необычной терминологии. Из-за этого неподготовленными слушателями, а неподготовленными слушателями были все, кроме нас самих, они воспринимались как какой-то бред. На самом деле таковым не являясь. Это важный момент. Нет, я лично не воспринимал это как бред, потому что я-то полагаю, что художник – это разумное создание. По-разному бывает? Ну, так, в общем, по этому самому. То есть у него есть презумпция разумности. И, соответственно, когда такое совершают, ясно, что это делается разумно из разумных соображений. И когда меня хотят запутать. Когда меня хотят запутать. Я принимаю во внимание, что меня хотят запутать. Интересно, думаю я. Не потому что что-то скрывают. По лицам этих прекрасных молодых людей было видно, что, в общем, скрывать им совершенно нечего. Абсолютно, конечно, нечего. Вот, скрывать им... То есть никакой тайны, в общем-то, и не наблюдалось. Поэтому я воспринимал это как вот эти вот суперфилософские запутанные тексты, как своего рода поэзию. Ну да, правильно. Такое, как бы, то, что, как бы, называется зауми. Такая беспрерывная заумка. Дело-то вопрос. Вопрос в том, что нужно ли что-то понимать. Вот. И, собственно говоря, группа медицинская герметика нам демонстрировала, что этот вопрос нужно всегда задавать. Когда видишь, что ты не понимаешь, нужно задать вопрос, зачем мне это понимать. Потому что, в общем, художникам всегда преследует вопрос, опять-таки, что он этим хотел сказать, и почему это непонятно. И, в общем-то, эта группа крайних радикалов твердо сказала, что и не будет вам понимания. Не дождетесь. При том, что как раз, вот здесь нужно указать на социальный момент, что как раз в этот момент происходил русский бум, и приехали вообще ничего не понимающие иностранцы покупать русское искусство. И многие из художников мутировали в сторону понятного. А вот эти вот радикалы наоборот настаивали на еще, еще, еще более непонятное, эзотерическое и эскапистское. То есть, как бы, и в самом-то деле они были правы, потому что те люди, которые пошли в сторону большей открытости, те в существенной степени проиграли. Как бы и в темпе, и так далее. А вот те, которые ушли от идеи понимания, напротив, вот вышли в сторону процветания. Ну вот видите, здесь опять Илья Ёщик-Кабаков говорит про Пашу, что вот как бы ну я прочту там мое уклонение от канона, как бы неучастие во взрослой жизни. Но это тоже как бы социальный проект. И вот так же Паша. Оказалось, что дети оказались много более учеными, чем родители. Весьма и весьма хорошо образованные люди. Родители тоже очень образованные. Да. Вот можно прокомментировать, перед этим мелькнула картинка, а можно вернуть предыдущую картинку? Я бы прокомментировал. Это очень интересный был такой перформанс из разряда «Чудесное явление», которое осталось непонятным и необъяснимым не только для зрителей, но и для нас самих. Правда, вот в данном случае фотография сделана не на перформансе, это уже потом постановочная фотография. Но сам перформанс заключался в том, что нам предложили сделать некий перформанс и публичное выступление. И мы сидели у меня дома, в общем-то как бы думали о том, что же собственно там надо сделать, какой это должен быть перформанс. И при этом как будто отвлекшись от задачи придумывания перформанса, мы увидели стетоскоп, оставленный нашим коллегой, и стали развлекаться прослушиванием разных вещей друг друга, например, а также стен там и всего того, что попадалось нам. И в числе прочего попалась коробка детского питания «Малыш» и коробка детского питания «Малютка», которые стояли, которые были куплены одной знакомой, у которой был действительно малыш, и она как бы купила в магазине, но не распаковала эти коробки. И в какой-то момент мы приложили стетоскоп к тому месту на изображении вот этих малышей на коробках, где должно быть сердце малыша, и с удивлением услышали некое подобие сердечного биения, то есть какое-то подобие странного как бы постукивания. Причем, когда стетоскоп перемещался на другую часть коробки, то постукивания не было слышно. Мы были немного потрясены, и было совершенно непонятно, что это такое, но мы решили не выяснять, что это такое, а как бы, собственно, организовать перформанс вокруг этого непостижимого явления. И затем произошел перформанс, где мы, опять же, зачитали некие тексты, посвященные проблеме сердечности. Мы как раз тогда занимались темой сердечности, и был зачитан, например, я прекрасно помню текст, который назывался «Пустые желудочки полного сердца». Вот мы... В этом тексте сравнивалось высказывание, предсмертное высказывание Антона Павловича Чехова, когда Антон Павлович Чехов умирал, в Германии ему хотел врач в последний момент положить на грудь лед, поскольку Антон Павлович умирал от туберкулеза. И Чехов в этот момент сказал «На пустое сердце льда не кладут». Это было его последнее высказывание. И это высказывание мы сравнивали с высказыванием Лао Цзы о том, что совершенный правитель должен управлять так, чтобы сердца народа были пустыми, а желудки полными. Ну и конечно же мы зацепились за такое фонетическое слепание слов «желудки» и «желудочки», поскольку сердца состоят из желудочков, таким образом пустые сердца тоже могут состоять из полных желудочков. Ну и в общем, как бы дальше развивалась определенная теоретическая конструкция, связанная с понятием сердечности. Пустая сердечность, полная сердечность, холодная сердечность, горячая сердечность. Для нас это было важно, потому что мы действительно были, во-первых, люди сердечные, во-вторых, мы практиковали сердечность как некую форму медитации. Здесь я напомню вам такие базовые, например, для нашей собственной православной традиции формы медитации как сведение ума в сердце и так далее, и так далее. И тут мы, как бы, прочитав про это зрителям, слушателям какие-то тексты, после этого сказали, а вот тут мы, как бы, собственно, честно сказали, обнаружили непонятное явление. Предлагаем всем желающим взять стетоскоп и прослушать сердце малыша, которое вроде бы бьется. Но, как бы, если вам покажется, что оно не бьется, значит, оно не бьется. И дальше, как бы, вернулась невероятная дискуссия между слушателями и тире зрителями перформанса, потому что все стали по очереди подходить и прослушивать малыша. Кто-то слышал там биение сердца, кто-то нет. Но в любом случае, надо сказать, атмосфера была очень накаленная, поскольку был период перестройки, 88-й год, и на всех публичных собраниях вспыхивали дискуссии. И люди тут же стали полемизировать друг с другом и очень напряженно полемизировать на тему, что же, собственно, ради чего вообще мы все это делаем, зачем мы показываем какую-то коробку с малышами, и к чему мы вообще, вплоть до того, одна женщина уже действительно в истерическом приступе вскочила и крикнула «Куда вы ведете народ?» На что другая, не менее возбужденная женщина в другом конце зала вскочила и крикнула «Вакуум! Они ведут народ в вакуум!» То есть специфика того момента заключалась в том, что ты мог сказать совершенно какие-то не относящиеся к политике вещи, например, прочитать мантру или рассказать какую-нибудь сказку братьев Гримм, но это воспринималось публикой как попытки куда-то вести народ. И мы с этим работали, со специфическим контекстом перевозбужденным, пытаясь оказать смягчающее, успокаивающее, подчеркну, воздействие терапевтическое, чтобы народ все-таки в конце концов не возбуждался, успокоился. Пришел в пустоту. Ну, не то, чтобы в пустоту, но хотя бы пришел к такой нормальной, ровной сердечности. То есть, что называется, между землей и небом не война, а наоборот мир, к чему призывал, например, Лао Цзэ и Конфуция и другие ответственные граждане. К сожалению, не удалось завести в пустоту. Нет, ничего не получилось, сразу скажу. Столь благородный план провалился. Вот дальше. Вот это, собственно, книжные серии. Да, это вот два из двух первых объектов, которые мы выставили в качестве медгерминевтики. Объект книга за книгой. Смысл этого объекта заключался в том, что мы взяли произвольно книги из книжного шкафа и укрепили их таким образом, что промежутки между книгами были каждый раз немного больше, чем толщина самих книг. Это, опять же, указание на пустоту, на ее значение, на то, чтобы информационные блоки не стояли тесно и не слипались в некую общую массу, чтобы между ними была дистанция. И эта дистанция является, собственно говоря, более священным текстом, чем любой священный текст, и она должна превосходить по объему, в соответствии с дидактикой нашей того времени, объем текстов. Вот, собственно, о чем идет речь. В общем, честно подтверждаю, что самих визуализованных изображений, то есть предметов производилось до крайности мало, и тоже из принципиальных соображений, и то под давлением различных пары институций, вроде Бакштейна. Вот, как бы, когда был создан клуб авангардистов, там Бакштейн, буквально, я помню, выбивал. Ну, как бы, так они и получались. Выбивались, объекты. Не, ну, там не то, чтобы прямо выбивал, и даже вовсе не Бакштейн, но бывало, что потом и Бакштейн по-разному было. Я говорил, обобщенный Бакштейн. Обобщенный, общий какой-то Бакштейн присутствовал, да. Общий такой Бакштейн, который... И был разработан даже в московском концептуализме такой термин, как Бакштейн-функция. Вот я вот, когда я имею в виду, Бакштейн-функция... Автором термина является Андрей Монастырский. Бакштейн-функция работала, да. Вот, значит, и уже вот там в 90-х функция герминевтики было путешествовать по миру и вести бесконечные беседы. Вот, в частности, с Борисом Гройсом. Все время, как бы, от каких-то других путешественников я слушал, вот там Пеперштейн говорил с Гройсом, Пеперштейн говорил с Кабаровым, то есть это вот трафик был довольно напряженный. При этом, как бы, производилось достаточное количество выставок, и вот в развивающейся теории самоописание московского концептуализма Борисом Гройсом медицинская герминевтика заняла очень важное место, поскольку здесь было такое поскольку идеально соответствовало теории теории Гройса, потому что большинство остальных, которых он назвал концептуалистами, скажем, Эрик Булатов, плохо соответствовал, то есть там многое нужно было исправить. И даже Виктор Пивоваров не очень хорошо соответствовал теории Гройса, а вот медицинская герминевтика просто идеальна. Поэтому как бы каждое большинство массы примеров, которые примеров иллюстраций, все же Борис Гройс это философ. И искусство ему нужно для вы художники, ему нужно для иллюстраций. И вот вот еще одна такая же попалась. Что здесь точно говорит, что как-то не странно, вот когда начинаешь перечитывать эти параноидальные шизофренические, кто понимает, что это невозможно. Невозможно быть одновременно параноикой и шизофреником. А этим ребятам как-то удавалось проявлять симптомы одного, другого и третьего. Что действительно находишь массу интересных, точных наблюдений. Вдруг язык становится прозрачным и философская мысль начинает как-то так двигаться. Потом она, конечно, опять куда-то улетает в эти самые вдали. Вот. Вот. Ну, вот здесь это еще одна иллюстрация того, что группа медицинская германефтика она она как бы продуцировала такое замедленное детство. То есть вот приезжают на выставку в Америку с какими-то игрушечками, елочкой. Но о чем это? Кажется, все понятно, да? Зайчики и мишечки вокруг елочки скачут. Вот это вот еще такая тема, что как бы все игрушки для этой инсталляции Новый год. Это вот действительно в Америке была выставка в Сиэтле, Такоми и Бостоне. Музей их назывался Between Spring and Summer. И как бы для этой выставки была придумана вот эта инсталляция медицинская германефтика, где игрушки, которые сидят кругами вокруг елок, должны были быть полностью переодеты в белое. Это важный момент, который хочу подчеркнуть. То есть не просто приехали, привезли игрушечек и рассадили, но нет, все сотрудники музея, американцы, страдали по-настоящему перешивая все одежды для игрушек, и как бы руками сотрудницы музея были сшиты для каждой игрушки новая одежда, которая должна была представлять собой копию предыдущей, но как бы абсолютно все белоснежное. И в общем как бы некая такая стерилизация или просветление детского дискурса, вообще как бы представление о детстве вместо ну в общем как бы мы полемизировали с Западом на самом деле, чем мы занимались. Во многом мы занимались полемикой с Западом. И если как бы западный дискурс детства был связан с демистификацией, начиная от Зигмунда Фрейда, дальше Ролан Барт и так далее, и так далее, то есть некие маски идеальности срывались с мира детства и вскрывалось его подлинное отнюдь не идеальное содержание, то мы противопоставляли этому наоборот такую гиперидеализацию детства, то есть еще гораздо более превосходящую, чем то, которое предшествовало этим западным демистификациям. Вот и в 94-м году был выпущен бестселлер под названием «Мифогенная любовь касту». Всем, кто этого не читал, очень советую, то есть подготовиться сначала хорошо, поскольку там ну я не буду пересказывать сюжет, это займет еще достаточное количество времени. О чем книг-то? Вот так. Книга о войне. Речь идет о том, что герой этого романа, порторг советский Владимир Петрович Дунаев, в начале войны попадает в тыл к немцам и оказывается контужен, но как настоящий советский человек, патриот, он хочет бороться против захватчиков, хочет организовать партизанский отряд, однако специфика его ситуации заключается в том, что он находится в лесу, никаких материалов нужных для организации партизанского отряда он не обнаруживает, к тому же сам он находится в очень измененном состоянии сознания, ему часто попадаются галлюциногенные грибы, которыми он утоляет свой голод и одновременно расширяет свое сознание. И в общем, как бы его блуждание приводит к избушке в центре леса, где обнаруживается некий колдун, атаман холеный. И осознав, что это очень мощный действительно колдун, нешуточный герой, понимает, что вот собственно то средство борьбы против фашистов, которое дает ему судьба, это стать учеником этого шамана и овладеть магией и начать применять магические умения против надвигающейся армии германо-фашистских захватчиков. Что вас ждет? Ну это надо прочесть, я точно говорю. А вот такие рисунки с Леонидом. Да, это были такие небольшие картины Гризайлевой с выставки Швейцария плюс медицина. В Цюрихе в 92-м году была сделана очень большая огромная просто выставка медгерминевтики, где демонстрировались различные пересечения мифов, различных важных для нас российских мифов с мифами Швейцарии. И это было инсталлировано в виде таких коридоров, коридоров смысла. Один из этих коридоров назывался коридор Ленина. Это связано с мифом о том, что о пребывании Ленина в Швейцарии перед революцией, вообще с Швейцарией как местом, где готовились очень многие революции и революционеры находились и общались друг с другом. А также с определенным мифом, что именно там, в Швейцарии, в швейцарском борделе Ленин заразился сифилисом. Сразу скажу, что это не соответствует исторической правде. Ленину наследовал сифилис отца. Тем не менее, устойчивый есть миф, что он заразился сифилисом в цюрихском борделе или в базальском, что неожиданно дает связку его с такой фигурой, как Фридрих Ницше, который, в отличие от Ленина, действительно заразился сифилисом в базальском борделе. И эта мифология отражена затем в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус». Опять же, надеюсь, вы его читали, где великий композитор проделывает тот же сходный путь, и гений на глазах у читателя распадается в полный хлам под влиянием таких обстоятельств. И вот дальше пустые иконы. Технически это выполнены такие настоящие иконы, но выбраны те фрагменты, где нет никаких персонажей. Да, это репродукция икон, на самом деле, с настоящими иконами мы не манипулировали. Мы просто взяли репродукцию икон, и посредством коллажирования и реколлажирования мы обнаружили фоны, которые находятся за персонажами, то есть создался эффект, что все персонажи, святые, ангелы и так далее ушли, остались ланджафты, а также атрибуты персонажей, то есть сияние, нимбы и так далее, и так далее. Причем я сразу же хочу сказать, что тут уже в нынешнем контексте, когда современное искусство часто входит в какую-то контроверсию с церковью, я хочу сказать, что к этому эта работа не имеет вообще никакого отношения, мы совершенно не ставили себе таких задач, наоборот, мы исходили во многом из восточно-христианской патристики, к которой мы всегда относились и относимся с колоссальным уважением, и прежде всего из текстов псевдо-дианисиа Реопогита. В каталоге этой выставки пустые иконы был опубликован этот текст, один из его текстов, письмо к Титу иерарху, где один из основателей православной церкви восточно-христианской пишет о том, что по поводу Бога постоянно существуют разные фантазии, и в общем-то весь текст занят разрушением этих фантазий, и речь идет о том, что Бог — это неведомое, все представления о нем — это всего лишь проекции, и это, в общем, древний и мудрый текст. Еще одна очень хорошая и, наконец, совершенно чистая вещь. Оборотные здесь только оборотные сторона зеркал. Ну, как вы видите, здесь просто зеркала, но другой стороной. То есть, что в них отражается? А что там отражается в этих зеркалах? Ну, у них, видимо, ничего особо не отражается, потому что они висят вплотную к стене лицом, так скажем, амальгамой. Тем не менее, конечно, эта работа с одной стороны как бы она интересна, не знаю, как для зрителя, но для меня самого, который эту работу придумал. Интересна она тем, что в ней с одной стороны выдержана полностью эстетика концептуального минимализма, как Андрей сказал, как бы чистая вещь, с другой стороны контекст сугубо галлюцинаторный. И речь идет об определенных эффектах, которые посещают человека при приеме определенных вполне препаратов. Не буду сейчас в это углубляться. поэтому вот именно вот это использование классической, минималистской, строгой, четкой концептуальной эстетики совершенно другими целями, с целью психоделического исследования, вот в этом, мне кажется, главный интерес данного произведения. Да. Ну, в принципе, чистота заключается в том, что для как бы лицезрения и размышления об этом преднете вовсе не обязательно самому употреблять какие-то... Абсолютно не обязательно, речь идет о теоретической проблематике. Вот еще. Вот, а это вот также был придуман еще один стиль коммуникации по поводу искусства или перформанса. Вот, типа, когда вот два, в общем-то, один старый ботаник, другой молодой, пытается играть в теннис, в который точно не умеет играть. И даже, в общем, ракеткой попасть по мячу, как видно на видео, им удается с очень большим трудом. Но надо сказать, что это касается меня. Кабаков нормально довольно держал удар, а эффект полной неадекватности создавал я. Причем, я, как всегда, очень перевозбудился, и мне казалось, что мы просто роскошно играем. Но потом, когда я посмотрел видео, я понял, что действительно абсолютная неадекватность. Я ни разу не попал по мячу, при этом даже ни разу этого не заметил. в сильно перевозбужденном состоянии какой-то экзальтации бегал по корту. Все такое. А вообще речь идет о выставке «Игра в теннис», которую мы делали с Кабаковым в Финляндии, в музее в Поре. И, в общем-то, сама по себе выставка не включала нас, а включала пустой теннисный зал, где постоянно проецировался звук шарика, игры в теннис и как бы стояли вот эти школьные доски, на которых мелом был написан текст диспута некоего моего с Кабаковым, диспута, посвященного полярным исследованиям. То есть, в общем-то, проводилась аналогия между игрой в теннис и диспутом или каким-то философским собеседованием двух персонажей. Ну, тогда вот а, вот еще все уже надо идти, у нас заканчивается. Ну, посмотрим несколько последних работ. У нас заканчивается уже время. Посмотрим несколько последних работ Паши. Вот, это психоделический социализм. Ну, в общем, а какой же еще, конечно. Ясно. Во-первых, психоделизм заключается в невероятной радостной уверенности в том, что он вернется, хотя, в общем, такой уверенности нету на самом-то деле. Может быть, вдруг он и не вернется, например. А вдруг вернется. А вдруг вернется. А что будем делать, если вернется? Ну, вот будем, собственно, социализироваться как-то в социализме. Не, ну, а что, может быть, даже и ничего. Зависит от того, какой еще социализм. их много разных. Так, здесь всем есть 18 лет? Да. Да? Это вот произведение сильно 18+. Называется «Гипноз». Это фильм, да, собственно говоря. К сожалению, самого фильма, наверное, тут нет. Нет, фильм не успеем просто показать. не успеем показать. Но я расскажу. Наберите в Йоти-Юбе, это захватывающий фильм. Кстати, его там тоже нет. Да? Да, да, да. Сети нету, нету. А, это на сайте издательства вам. Там может быть только один фрагмент. А вообще, это как бы, это фильм, я сейчас расскажу быстро, там 6 эпизодов, фильм называется «Гипноз», и каждому из эпизодов как бы 6 девушек и 6 мужчин, и каждый раз мужчина, точнее, ну да, мужчина голый стоит перед девушкой, виден только его член, а девушка, не касаясь мужского тела, совершенно смотрит внимательно на член и взглядом, собственно говоря, заставляет его встать. И это, в общем, как бы определенный такой психонаучный эксперимент, потому что действительно нельзя не касаться, ничего делать, никаких возбуждающих действий производить. Только сила взгляда заставляет, собственно говоря, мужской член эрегироваться, и что само по себе обсуждалось мной в философском контексте, как превращение некого объекта в субъект и наоборот с субъекта в объект. И, в общем, как бы очень при этом эстетский такой фильм минималистический. Нет, здесь возникает формальная категория, которую мы заметили уже в книжной серии, что здесь важным оказывается не член и не девушка, а пустота между ними. Ведь правда? это главный конечно, с философской точки зрения, да, с другой стороны, с кинематографической точки зрения, очень важна девушка, потому что каждый раз лицо, специально были выбраны шесть типов красоты и шесть вообще типов девушек, которые каждый раз, хотя экшен все время один и тот же, но тем не менее характер женского лица в данном случае дает совершенно разное прочтение каждой из сценок. Одна девушка придает этой сценке характер флирта, некого кокетства, другая девушка похожа на инопланетянку, которая смотрит на какое-то существо, третья девушка со скорбным лицом похожа на еврейскую девушку, которую пытают фашисты и так далее. Каждая девушка, в общем, ничего не делая, а просто как бы лишь структурой своего лица, структурой своего взгляда давала как бы каждый из сценок совершенно разный привкус, разное прочтение. Вот как. Ну, тоже, в общем, поищите, найдете очень. И вот здесь цитата из мифологической Эдитарной Любликаст, где как бы важным оказывается гипноз. Это вот там Дунаев. Гипноз так гипноз, мне все равно. Я и так живу, как под гипнозом, говорит Дунаев. То есть это, в общем, состояние. Ну да, гипноз, конечно, важен. С гипноза начались многие очень исследования, в частности, фрейдовские. Фрейд потом впоследствии отказался от этой практики. Но я всегда очень интересуюсь, и даже сейчас как бы посещаю гипнотизера и продолжаю интересоваться последовательно гипнозом. Да, вот что касается этого сюжета, только что рассмотренного 18+, он потом дальше перетек в такие гиперутопические проекты. Вот Павла Пеперштейна, вот такие вот города будущего, украшенные Лингавом. В данном случае. Хотя там, конечно, это часть серии, где совершенно разные здания будущего, гигантские постройки разных периодов будущего. в основном они никак с сексуальной практикой или проблематикой не связаны. вообще Дрингам, это культовое греческое такое вот... Ну и индийское, и вообще как бы... Да, то есть это вот предмет культовый. Да, понятное дело. Вот, ну и как бы это изображение было дополнено другим проектом гигантской такой вагинальной пирамиды, то есть не то, чтобы только вот этот объект был культовым, но и еще другой... политически корректно. Ну конечно, а как еще? Конечно, очень корректно. То есть никакого фалоцентризма? Нет, абсолютно. Да, да. Вот. Ну это вот рассказ о психоделике, который мы упоминали, и прочтите как бы Паша Новосказа. Ну да, «Солнце было панком» написано. Ну да, в общем, это вот примыкает к теме панкизма, в общем, действительно речь идет о панк-концептуализме, как было уже правильно сказано. Мы в каком-то смысле были и остаемся, в общем-то, панками, но как бы панками очень нежными, добрыми и хорошими. И пушистыми. Вот. И, значит, видимо, такой последний, один из последних проектов, который мы обсудим, это создание города России. Будет это происходить на протяжении следующих пяти тысячелетий? Или скольки? Что-то такое, да. Да. То есть, все будет развиваться, развиваться и развиваться. Вот. Но речь шла об архитектуре этого прекрасного города. Вот там, видите, в середине стоит такая вот баба-самовар, или как вот такую вот кубку. Ну да, это, в общем, как бы речь идет о предложении, которое я выдвинул и направил руководству нашей страны, президенту, премьер-министру и губернатором Москвы и Петербурга, что нужно создать новую столицу России, город под названием Россия, опять же, на полдороги между Петербургом и Москвой. Ну, название немного отсылает городу Бразилия в Бразилии, утопический такой город в джунглях. И вот дальше в этой серии на протяжении некого гигантского периода будущего рассматриваются различные этапы архитектурной истории этого города, как все будет развиваться. В некоторые периоды все будет накрыто Красной пирамидой, в другие периоды все будет накрыто неким защитным куполом в форме вот этой бабы на самоваре. А вот это небоскреб Черный куб или Малевич Тауэр, это будущая резиденция правительства России. Построен он будет в 2042 году, то есть, в принципе, уже довольно скоро. Вот. И там будет располагаться правительство. А это вот не скоро будет. Это период с 2011 по 2008 год. Вид на город Россия в период расцвета цивилизации ракушек. Это уже период, когда людей не будет. Тем не менее, история города продлится. Здесь не антропоцентричная версия дается и, в общем, как бы дается некая матрица новой национальной идентичности, что людей не будет, а Россия будет, и русские будут. Да, ура, собственно, на это мы надеемся, и слава богу, что так и будет, даже никаких сомнений. А это колоссальная, а, вот это небоскреб пьяница, то есть некие, как бы, меморизации такие гигантские. Ну, то есть, понятное дело, конечно, очень хочется, мне хотелось в данном произведении резко возразить тем, кто с пренебрежением смотрит на валяющихся пьяных на земле людей, как на неких деградантов. Меня всегда возмущало это отношение, потому что я понимал, что это медиумы важнейшие, которые осуществляют контакт глубинный, необходимый для всех, и поэтому к ним надо относиться с колоссальным уважением. А перед этим вот эта бабка, это оборонная, сугубо гигантская бабка, которая уничтожает все вражеские летающие объекты, которые могут приблизиться к городу, своим взглядом, технизированная, бабка, тем не менее, она своим видом напоминает какую-то обычную бабку в алингах, которая где-то идет, но, собственно, опять же, все коренится в таких фигурах, вроде бы незаметных и скромных, бабка, пьяница и так далее. А это шар русской духовности над городом России, то есть некий шар будет в некий период парить над городом, где будут сконцентрированы мудрецы, гуру, духовные учителя, ученые, философы и так далее, то есть вся как бы духовная элита страны, которая будет создавать необходимую мыслительную ауру, интеллектуальную ауру, обеспечивающую развитие страны и государства. Вот, и поймали настоящую бабку. Да, вот эта гениальная фотография, я сегодня впервые ее увидел. Реальная невероятная такая бабка смотрит на бабку. А, непонятно, я в интернете вылую. Непонятно, да, тут написано фотофабрика. Да. Очень классная фотография, вообще роскошная. Я очень надеюсь, что этой женщине понравилась картина и что она осознала свою собственную тоже важность неизмеримую, что говорю без всякой вообще иронии, на самом деле, потому что так оно и есть. Вот, а город-то видите, кто будет строить? Да, вот не только люди, не только люди, но и другие существа. Я очень надеюсь, что они к нам присоединятся и как бы, что будет налажен хороший добросердечный контакт, совместное строительство новых пространств идентичности. Ну, в общем-то, я бы сказал, что вот уровень такого вот проекта можно оценить примерно пятый класс. Ну, можно и так сказать, конечно. Может быть, и четвертый. Может быть, и четвертый. Такой вот достоверности, ответственности за нашу страну, наш город. мы помним времена, когда именно представители этого возраста спасали, пускали под откос фашистские поезда и все такое. Мы этого не забываем, соответственно. Поэтому и к детям тоже отношение уважительное должно быть. на этой оптимистической ноте мы заканчиваем и даем пространство для вопросов. Небольшой вопрос. Я знаком был до этой лекции больше, наверное, с живописной стороной творчества по очень таким красивым работам, ну, видимо, такого гениального рисовальщика в различных музеях, книжках. Но сейчас такое складывается впечатление, что человек действительно очень много-много дисциплинарный и очень такое множество различных даже, не знаю, вещей, которые предвосхитил и предвидел. То есть как будто бы я прослушал какую-то книжку Пелевина или какие-то, может быть, даже концерты прослушал сейчас, не знаю, Курехин или Звуки Му и так далее. Поэтому интересно, если спроецировать на какое-то будущее видение на несколько лет вперед или, может быть, десятилетий вперед, видимо было бы очень интересно ваше мнение о развитии мира в целом. То есть не прогноз может быть какой-нибудь экономический, а вот в общем видение мира на 100 лет вперед. Это, конечно, очень ответственно слишком. То есть можно, если бы было больше времени, я бы, конечно, лучше бы выдал штук 10 прогнозов тогда у меня было большей вероятности, что один из них как-то окажется реальным. А так, поскольку времени мало, какой-то один прогноз выдавать, это, что называется, в этом есть опасность программирования реальности. Да, лучше не будем ее программировать. Я, например, по национальности являюсь евреем, в нашем народе есть представление о том, что нельзя гадать, как бы вообще нельзя загадывать будущее, потому что это ограничивает свободу Бога, который все решает прямо конкретно сейчас. И если, например, сию секунду ему захочется всех уничтожить, он немедленно это сделает, ну и, собственно, слава Богу, ему виднее. Я хотел сказать, что я не сказал еще об одном обстоятельстве, что Павел Викторович еще ужасно плодовитый писатель. То есть, он, кажется, шлепает книжки чаще, чем Донцова. Чем что? Чем Донцова. У меня целая полка. Что-то ты преувеличиваешь сильно. У меня целая полка книжек Пеперштейна. А у меня целый шкаф Донцовой. Понятно. То есть, ты завидуешь. Хорошо. Еще бы дико, конечно. Работайте, работайте, товарищи. Я стараюсь по возможности. Вопрос следующий. Мы видели, что вы работали с книгами и писали эти книги. А работали ли вы с какими-то печатными изданиями, а конкретно с обложками магазинных журналов? Делал ли я обложки? Делал ли я обложки? Делал обложки, да. Делал обложки для журналов. Много, вообще-то говоря, и для книг даже. В общем, действительно обложечные. А также я делал обложки просто как жанр. Иногда я делал обложки, например, с огромным наслаждением в гигантском количестве каких-то несуществующих литературных произведений. Придумывал их названия, имена авторов. Какие-то как бы очень интригующие всякие обложки сделал. Очень их много сделал. До сих пор люблю этим заниматься. Да, Паша, у меня есть вопрос. Добрый вечер. Я вспомнил, что одно интервью, видеоинтервью, где ты говорил о цивилизации аммонитов. И, собственно, мы в личном разговоре как-то раз упоминали эту тему. И вот я хотел бы узнать, это достаточно созвучно тому, что сейчас происходит в современной философии или, например, в движении спекулятивного реализма у Куэнтина Мейесу или Грэма Хармона, когда они говорят о архиископаемых, то есть о какой-то форме жизни, которая засвидетельствовала уже нечеловеческое существование. То есть, как в твоем случае, это будущее, город Ракушка. В их случае они как бы пытаются помыслить до человеческое состояние Вселенной, где, собственно, нет никакого наблюдателя. И как-то раз ты упомянул, что это связано с какой-то особой идиллической формой социальности этих созданий, то есть, которые не воюют с друг другом и, собственно, спокойно плавают в океане. Ну, я хотел бы поэтому спросить, то есть, это, так сказать, параллельные, грубо говоря, ассоциации или это инспирировано какими-то личными, психоделическими, возможно, опытами или литературой, или теорией? Ну, вообще говоря, как бы я всегда с детства обожал ракушки. Это одна из моих таких просто абсцессий восторженного характера. И тут я могу ответить заодно вот на твой вопрос, а заодно на предыдущий вопрос о прогнозе на будущее. Действительно, как бы, в числе очень многого всего, как бы, ну, понятное дело, что это базовый вообще такой природный паттерн спиральная, ракушечного типа. В частности, в сердцевине нашего мозга, как вы наверняка знаете, находится важнейший орган, который называется среднее ухо. В разрезе это так называемая улитка, то есть абсолютно ракушечная, спиральная структура, крайне важная для деятельности нашего сознания, а также для связи нашего сознания с другими сознаниями. И меня, в частности, очень инспирировал фильм BBC о том, что был период на земном шаре, который длился где-то миллион лет, когда вся жизнь на Земле принадлежала аммонитам. Земля была полностью покрыта океаном, химический состав воды достаточно сильно отличался от нынешнего. Единственными организмами, которые жили в этом совершенно повсеместном океане, были гигантские ракушки, которые висели спокойно под поверхностью воды, но достаточно близко, потому что они питались энергией света. И, с другой стороны, огромными такими стеблями они были связаны с дном, и через эти стебли они получали все необходимые элементы для собственного существования. И у меня возникло такое утопическое видение этого периода, как некого утраченного рая. То есть я подумал, что, собственно, это и есть идеальное существование планеты Земля. Мне представилось, что эти ракушки, аммониты, были совершенно осмысленными существами, что у них было очень рафинированное общение друг с другом, они обменивались какими-то, возможно, философскими суждениями, пели какие-то собственные песни прекрасные, поскольку, действительно, эта структура очень связана со звуком. Здесь, конечно, большой и серьезный разговор, сейчас наша дискуссия протекала в таком более-менее обзорном, таком концептуальном ключе, но можно было бы теоретически углубиться в эту тему как в очень серьезную связь звука, спирали, ракушки, уха, опять же, среднее ухо и просто ухо. И таким образом в культуре мы постоянно видим некие ренессансы, такие локальные ренессансы вот этой ракушечной аммонитной цивилизации. Прежде всего это связано с такими стилевыми образованиями, которые включают в себя свои названия слово ракушка. Ну, мы знаем, о чем идет речь, барокко, рококо, основанием этих наименований является слово рокко, что значит ракушка. Культура рока, опять же, к этому отчасти имеет некоторое отношение. И, с другой стороны, мы видим стилевые образования, которые очень резко боролись с завитками и ракушками. В общем-то, русский авангард, к сожалению, к этому относится. Мое детство приходилось как раз на период после так называемой кампании борьбы с архитектурными излишествами, когда при Хрущеве было заявлено, что завитки это пошлость. И действительно происходило истребление завитков. И, видимо, после этого родившись, я впитал в себя какой-то стихийный такой ревайвл, ревайвл завитушечности. И поэтому я всегда боролся за завитки, за излишества и, конечно же, пытался примирить, разработал целую эстетическую концепцию примирения эстетики русского авангарда, эстетики супрематизма со спиралью и с завитком. И, в частности, сделал даже черный квадрат, обросший завитками и так далее, и так далее. Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо большое Павлу, Андрею. Спасибо.